МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как у нас в Благовещенске соблюдается закон? Об этом будем говорить сегодня с прокурором города Русланом Медведевым. Руслан Фёдорович, здравствуйте! Здравствуйте! Думали, как построить программу, чтобы она получилась и полезной, и интересной зрителям. И решили обратиться к читателям сайта Амур.Инфо, нашего сайта, и к зрителям Альфа-канала с просьбой, чтобы они задавали вопросы. Я сделала такую выборку. У нас есть 10 минут, поэтому поехали. Хорошо? Первый вопрос с нашего сайта. Будет ли озвучено имя чиновника, принесшего решение посыпать улицы Благовещенской залой? Будет ли кто-нибудь наказан? Ведь сейчас, к весне, шлаковая пыль стала подниматься с земли. Это может плохо сказаться на здоровье горожан. Все помнят, да, что у нас в декабре, перед Новым годом, улицы посыпали шлаком. Вот. И вот сейчас такой вопрос у людей возникает. Вопрос обоснованный. Мы провели проверку по данному вопросу. Привлекли к этой проверке сотрудников управления Роспотребнадзора. Действительно выявлено нарушение санитарных норм и правил при принятии этого решения. Не было проведено соответствующее согласование. Управлением Роспотребнадзора приняты меры реагирования в отношении МАУ-ДЭУ, города Благовещенска, возбуждено дело об административном правонарушении. В администрацию направлено соответствующее предписание контролирующим органам. Установлены сроки исполнения. В настоящее время мы осуществляем контроль. Так все-таки установлено, кто дал приказ посыпать улицы угольных пыль. Это решение принималось в администрации города Благовещенска. И исполняло это поручение муниципальное учреждение, дорожно-эксплуатационное управление. Так, хорошо. Но пыль-то никуда сейчас не делась, дорог. И дальше что? Я уже ответил на этот вопрос. Выдано соответствующее предписание сотрудникам управления. Дальше что? Что это значит по-русски? Предписание выдали дальше что? Предписание выдали для выполнения работ по уборке территории, по минимизации и устранению тех последствий негативных, которые имели место. В настоящее время эти работы осуществляются. А вы как-то будете проверять, контролировать? Конечно. По результатам мы постоянно запрашиваем информацию и требуем от контролирующих органов представлять нам информацию, насколько эти негативные последствия минимизированы, уменьшены и так далее. Хорошо, дальше. Вот вопрос, да. Намелена ли прокуратура бороться с казино, скрывающимися под вывеской платежной системы? Что это за дырка в законе и какие действия предпринимает прокуратура? Ну, очень актуальный вопрос сейчас. В последнее время вы почему-то о нем заговорили? Это очень актуальный вопрос. Почему в последнее время? Ну, мы проанализировали ситуацию в этой сфере. Проанализировали и сейчас, последние, особенно в феврале месяце, мы очень активные меры предпринимаем в отношении подобного рода заведений. Надо отметить, что в декабре месяце произошла регистрация порядка 30 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые заявили своим видом деятельности оказание услуг связи. После этого в массовом порядке по городу начали открываться различного рода платежные системы, которые оказывали подобного рода услуги, интерактивные клубы, они назывались по-разному, компьютерные клубы. Естественно, мы сейчас провели проверку, собрали информацию. По нашим данным сейчас на территории города Благовещенска порядка 30 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляют эту деятельность в 66 подобного рода заведениях. Ну, а в чем проблема? Почему их нельзя закрыть? Я вам объясню. Мы провели проверки, в том числе сплошные массовые проверки. Создали соответствующую группу, группу межведомственную с участием представителей УВД, администрации города. На момент проверок, вот на сегодняшний день, на 26, я бы так сказал, в феврале было открыто только 26 подобных заведений, остальные были закрыты. Но мы их контролируем постоянно. Возбуждены на сегодняшний день по материалам, результатам этих проверок, 5 уголовных дел, 10 дел об административных правонарушениях. Направлено 14 заявлений в суд о запрете деятельности. То есть добиться запрета деятельности мы можем только по решению суда. В настоящее время эти заявления находятся на рассмотрении в Увлеченском городском суде. Ну, смотрите, я рассуждаю как обычный житель города, Благовещенска. У нас казино официально позакрывали года два назад. Казино нет. Вот. С тех пор появились вот эти платежные системы. Они уже, ну, года два как работают в Благовещенске. И именно сейчас, почему-то в феврале, мы резко озаботились этой проблемой. А раньше куда прокуратура смотрела? Нет, почему обязательно прокуратура? Ну, а кто? А кто? Вы же надзорный орган. Мы надзорный орган, мы осуществляем эти полномочия. Почему их нельзя просто закрыть и всё? Скажу так, Анастасия, проблема есть. Это мы знаем. Безусловно. Проблема в работе и правоохранительной системы в том числе и есть. И мы потребовали от сотрудников милиции, внеся соответствующие меры реагирования, устранить эти нарушения и активизировать эту работу. Нужно было дать толчок, импульс, показать эту работу. Вначале мы начали эту работу проводить самостоятельно, сейчас это должны делать те, кто за это отвечает. То есть милиция плохо работала? Работали, ну скажем так, правоохранительные системы. И, в общем-то, здесь необходимо было активизировать работу. В том числе и сотрудники милиции. Но Вы сейчас, как прокурор города, можете сказать, когда в Благовещенске не останется ни одного такого горного заведения? Давайте так с Вами поставим вопрос. А кто-то может сказать, что кто-то не будет совершать преступления? Или административные правонарушения? Мы сделаем все, чтобы закрыть и прекратить эту деятельность. Она может уйти в тень. И мы должны будем бороться именно с нелегальными, незарегистрированными подобного рода заведениями. Я почему спросила? Потому что официальная информация, вот губернатор сказал, что в этом году закроются все горные заведения. И увлекнул правоохранительные органы в том, что они не уделили должного внимания этой проблеме. Проигнорировали ее. Губернатор говорит. Не давите на меня. Я уже об этом сказал. Я уже ответил на этот вопрос. Я хочу так сказать. Мы сделаем все. Как только будут решения суда, мы однозначно будем контролировать их исполнение. Но и сейчас они уже закрываются. Еще такой вопрос. Наверное, болевший. В Благовещенске практически невозможно законно получить землю под гараж, утверждает читатель нашего сайта Моринфо. Заявление не принимается под любыми предлогами. Тем не менее, в городе как грибы растут гаражи. И это при том, что земельных аукционов в Благовещенске практически не проводилось. Занимается ли прокуратура этим вопросом? Имеется ли данные о том, сколько домов строится на землях, полученных без проведения аукционов? Ну, вопрос в том, что здесь человек столкнулся с конкретной проблемой. И чтобы рассуждать вот конкретно, что у него не приняли заявление какое-либо, здесь надо нам разбираться с конкретным фактом. Но у вас не было таких сигналов раньше? Но факты были. В прошлом году мы провели плановую проверку по данному вопросу в администрации города Благовещенск. Выявлено достаточно серьезные нарушения закона в организации этой работы. И были приняты соответствующие меры. Ну, а какие нарушения? Не принимают заявления от людей? Нет, были нарушены, именно имели место факты нарушений порядка предоставления земельных участков. В том числе для гаражного строительства не проводились публичные слушания при предоставлении этих участков. Ну, и ряд других, в том числе и порядки рассмотрения подобного рода заявлений. Мы приняли меры реагирования администрации. С администрацией проводили несколько совещаний различного уровня рода и на самом, так сказать, с руководством. Ну, а что изменилось-то в итоге? Люди жалуются все равно. Ну, наличие вот одного такого обращения говорит о том, что у нас, если в массовом потоке... Почему мы провели эту проверку в прошлом году планово? В массовом потоке поступали обращения по предоставлению земельных участков в первой половине 2010 года. После нашей проверки количество подобного рода жалоб и обращений в прокуратуру просто в разы уменьшилось. Единичные сейчас такие обращения. Ну, а если человек столкнулся с этим, идти опять в прокуратуру? Если столкнулся с этим, во-первых, он имеет право обратиться к нам, во-вторых, он имеет право обжаловать действия администрации в судебном порядке. Ну, а к нам, естественно, мы будем проводить проверку и разбираться. Последний вопрос. Что, на Ваш взгляд, мешает прокуратуре оперативно реагировать на какие-то возникшие проблемы и работать более эффективно? Ну, это какой-то риторический вопрос в целом. Ну, Ваш взгляд. Ну, если Вам... Людей не хватает, зарплаты маленькие. Что еще? Жаловаться я не буду здесь. А почему? Интересно послушать на жалобы прокурора. Зачем жаловаться? Мы эти проблемы решаем. Там, где есть у нас недостатки, мы на них нормально, в рабочем порядке и оперативно стараемся решать. То есть Вы оцениваете работу Благовещенской прокуратуры на отлично? Нет. Так нельзя. А насколько? Насколько мы вмешиваемся в те процессы, я могу так сказать, что нам сейчас удается вмешиваться в те процессы, которые происходят в городе Благовещенске, если они незаконны, противоречат действующему законодательству, своевременно поправлять, носить коррективы, где-то понуждать ответственных лиц к выполнению своих обязанностей. Спасибо большое за беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Я думаю, что такие программы нам нужно будет записывать время от времени, приглашать вас еще раз, чтобы зрители могли получить ответы на волнующие их вопросы, потому что вопросов в прокуратуре всегда много. Я говорю вам спасибо, а зрителям говорю спасибо тоже за внимание. Всего хорошего и до свидания. Спасибо.